Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Калюна. Я являюсь автором книги «Чаровное средение». Сегодня мы поговорим о том, через какие промежутки времени лучше принимать пищу. Куча диет придумана и по расписанию, и без расписания. И вот овощи тут, фрукты тут, а потом вот так это все переваривается. Ну, здорово, конечно, но нужно знать основы. Основа и фундамент всегда – это чувство голода. В детстве, когда у нас еще настройки не сбиты, и мы понимаем основу голода, ну, интуитивно, мы, конечно же, постоянно что-то жуем. Наши родители сразу начинают беспокоиться. То есть, отбирать еду, говорить, ты перебьешь себе аппетит. Ну, то есть, ты должен сесть и нормально поесть, с их точки зрения. Ну, что такое нормально? Давайте разбираться. Мало кто знает, что существует два вида голода. То есть, голод у нас приходит дважды. Первый голод наступает в тот момент, когда последний пищевой комочек, ну, от принятой пищи ранее, он переходит в двенадцатиперстную кишку из желудка. Соответственно, возникает ситуация, что желудок пустой. И посредством центральной нервной системы организм понимает, что пора бы что-то съесть. Вот. В детстве, конечно же, мы с радостью хватаем все, что попадает нам под руку, и начинаем это все есть. Но с течением времени мы поступаем в школу, в садики, там, работать и так далее. Вот. И в итоге получается, что мы подавляем постепенно рефлекторную вот эту реакцию. То есть, рефлекс просьбы организма о еде. Что же возникает при постоянном подавлении? Конечно, исключение этого рефлекса. И с возрастом мы вообще не чувствуем, когда мы слегка хотим есть. То есть, это чувство притупляется, а потом полностью исчезает. В итоге мы чувствуем голод только когда у нас наступает именно вот то вожделенное чувство, когда я просто ужасно хочу есть. То есть, я вот сейчас вот если не поем, то я упаду. Вот этот жор, вот это бесконечное переедание большим количеством пищи возникает только в случае того, что вы проигнорировали первый призыв поесть. То есть, проигнорировали первое появление голода. Когда возникает второе появление голода, да? То есть, второй раз. Когда у нас кровь становится голодной. Что это значит? То есть, все микроэлементы, витамины, которые были в крови, они уже попали в клетку. И кровь ничего по сути там особо не содержит. В итоге, мы когда уже понимаем, что пора бы и поесть, то есть серьезно и фундаментально, мы садимся есть. Ну и понятно то, что в течение двух-трех часов только в кровь поступают питательные вещества. По сути, мы едим, но кровь все еще голодная. Отсюда переедание, отсюда большие количество пищи. Потому что мы не можем насытиться, и у нас не срабатывает вот этот переключатель, щелчок. Все, хватит есть, потому что кровь голодная. Отсюда вывод. Если вы хотите, чтобы ваш организм работал как часики, если вы хотите на средине именно постройнеть, хотите, чтобы у вас не было растянутого желудка. Как вы знаете, что при постоянном потреблении большого количества пищи желудок у нас растягивается. И большинство тучных людей, они полны не потому, что они едят уж такую какую-то страшную пищу, а потому что они едят ее много. То есть в больших количествах. В итоге получается, что переедание и растянутый желудок, это как раз сказывается на весе. Поэтому для тех, кто хочет на средине постройнеть, наладить вообще работу своего желудочно-кишечного тракта, нужно сделать вывод. И по первому появлению голода, по первому требованию своего организма поесть, есть. Вот смотрите, теперь нужно понять, что раз у нас так обстоят дела в организме, что есть нам нужно фактически постоянно. То есть это каждые три часа, ну как минимум. Поднимите руки, кто есть каждые три часа. Но таких наверняка не очень много. Поэтому с собой всегда должны быть фрукты, орешки какие-то. Потому что понятно, есть основные приемы пищи, когда вы садитесь, вы приготовили себе поесть. Это салат, это сыроедческий борщ, сыроедческие котлетки. Но если вы вне дома, хорошо, если получится так поесть. То есть вы с собой взяли. Но всегда должен быть запасной вариант. Запасной вариант у меня обычно яблочко, орешки, семечки какие-то. И вот этот как бы первый голод я удовлетворяю как раз вот этими фруктами, орешками и так далее. Но естественно не смешивая. Вот потому что эти продукты перевариваются разное количество времени. Дальше. Вот хотелось бы обозначить момент по поводу белков. Вот очень часто, очень часто сыроедов начинают призывать есть животный белок. Потому что растительного белка вы столько не получите. И вообще будут какие-то проблемы с мышечной массой. И вообще у организма не будет роста, если это маленький ребенок. На самом деле все обстоит немножко не так. Вот когда вы занимаетесь активно спортом, то большое количество белка в принципе для роста мышечной массы требуется. Да, я согласна. Но если вот посмотришь на спортсменов, которые есть, это избыточное количество белка. Забивается печень просто моментально. А почему? Потому что они не понимают как у нас в организме переваривается белок. Вот. То есть вот упал пищевой комочек. То есть вот мы жуем что-то во рту. Упал пищевой комочек в желудок. И вот то, что к стенке прилежит, то что к стеночке близко находится, то постепенно вот так вот от наружных слоев к внутренним вот этого пищевого комка и переваривается. Естественно, если, например, питание трехразовое, да, то есть это не по первому требованию, а вот сел и прям наелся там до отвала, возникает ситуация, что просто белок не переваривается. И белок это очень хорошая среда для загнивания, для затухания, для всех метеоризмов и всего остального. Поэтому даже если вы на сыроедении едите белок растительный, бобовые, зелень и так далее, вы должны все равно по первому требованию, да, кушать. Потому что вот этот белок, он начнет неправильно перевариваться или недоперевариваться. И пока он будет идти вот по всего ЖКТ, он будет за собой оставлять вот это затхлое состояние. Поэтому, несмотря на то, что на сыроедении пища действительно достаточно легкая, все равно, если вы употребляете белок, соблюдать правила, что кушать нужно по первому голоду. Ну, я думаю, что понятно то, что я рассказала. Подписывайтесь на мой канал «Чаровное сыроедение» по ссылке под этим видео. Хорошего вам настроения и прекрасного пищеварения!